В Москве умер известный спортивный журналист, футбольный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Каждый украинец будет скучать действительно за ним. Я украинец, я помню его профессионализм, журналистику и подход к делу. Он не прогибался под власть, его пытались склонить к политике. Отстраняли от работы, отстраняли от своего проекта, но он шел дальше. Чем-то был похож на Франкова, он не боялся правды, хотел честные выборы, а 24 февраля начало войны в Украине стало для него критическим днем. Он его осудил максимально и сказал, что это брата убийства. Его фразы, его фразы FIFA, там где он говорит, подача в небе ночные ведьмы и другое я никогда не забуду. И сегодня в этом видео мы поговорим о нем более детально. Реакцию вообще журналистов на происходящее, как он работал, что он делал. Вот он сидит в передаче Великий Футбол, спокойно рассказывает, подсказывает, с ним общаются, улыбаются и понимают, что он человек с большой буквы. Он действительно грамотный и очень воспитанный человек, который ушел вчера от нас. Поехали общаться более детально. В первом о смерти Василия Уткина сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Позже это подтвердил медиафутбольный клуб «Эгриси», владельцем которого был Уткин. Что-то сердценно написали вечером во вторник. Интерфакс со ссылкой на одного из близких Василия Уткина сообщил, что тот скончался днем 19 марта в Первой городской больнице, куда его доставили по поводу сердечного приступа. Известно, что Василий Уткин страдал от ряда хронических заболеваний. В 2014 году он перенес операцию резекции желудка в клинике в Штутгарте. После этого у него были проблемы с голосовыми связками. Уткин получил известность в середине 90-х годов как футбольный комментатор канала НТВ. Он много лет занимал должность главного редактора спортивных каналов НТВ+. С октября 2015 по январь 2016 он работал на Матч ТВ, пока руководство канала не отстранило его от ведения эфира. В 2018 году Василий Уткин должен был стать главным голосом чемпионата мира по футболу на Первом канале. В итоге он прокомментировал лишь один матч чемпионата мира Испания-Португалия и объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом без пообъяснения причин. Источники BBC утверждали, что требование снять Уткина с эфира поступило из-за администрации президента. Но классика, если у тебя есть позиция, тебя лишают работы в этой стране. Коллеги Василия Уткина практически единодушно называют его отцом-основателем современной спортивной журналистики в России и студии в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. Вася любил литературу и прекрасно знал ее. Он стал комментировать Первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном языке, пишет комментатор Георгий Черданцев. Вообще, очень много приятных отзывов получает Уткин. Все жалеют о его уходе. Некоторые журналисты во всех странах пишут о том, что он действительно был легендой и о нем много кто знает. И действительно, это абсолютно так. Уткин никогда профессионально не играл в футбол, но он компенсировал отсутствие практического опыта, огромной эрудиции и хорошим, что не всегда присуще комментаторам, чувствам юмора. Уткин не боялся открыто конфликтовать с другими комментаторами или даже пропагандистами вроде Тины Канделаки и Владимира Соловьева. И, кстати, вот это видео, там где он отвечает очень литературно Соловьеву, потому что этот человек, Василий Уткин, начитанный и может поставить на место литературно и спокойно. Не крича в эфирах, например, что Украина такая-сякая. Это, кстати, тоже Уткин очень сильно презирал и не понимал этого. Он всегда делал это азартно, с увеличением и без самоиронии. Во второй половине 2010-х годов, вероятно, на фоне личностного кризиса и после череды публичных конфликтов и кулуарных отлучений от эфиров, он заявил об уходе с телевидения и сосредоточился на развитии YouTube-канала и любительского футбольного клуба «Эгрессия». Парадоксальным образом от комментирования игры великих клубов он пришел к руководству маленькой команды, изначально собранной из любителей. 2 марта Уткин у себя в телеграмме вспоминал комментатора и друга Юрия Розенова, который ушел из жизни в 2021 году. «Представляю, как тебе там скучно», – обращался к Розенову. «Но не жди меня, я еще пока повырюсь». Уткин умер спустя 2 недели. После начала российского вторжения в Украину Василий Уткин резко осудил действия Кремля. Он назвал его 4 февраля 2022 года «худшим днем в жизни». «Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал тогда Уткин в телеграм-канале. Себя он называл человеком либеральных убеждений. В начале 2010-х годов он активно участвовал в жизни гражданского общества России. В декабре 2011 года он был одним из ведущих митинга за честные выборы на проспекте Сахарова. В июле 2013 года он был отстранен на год от комментирования матчей на НТВ из-за резонансного твита по поводу дела Кировлеса Алексея Навального. «Одно у меня желание. Владимир Владимирович, будь здоров, живи долго. Прям до суда». В марте 2020 года он подписал обращение против принятия поправок Конституции РФ по обнулению президентских сроков Путина. Вот такой вот человек, который никогда ничего не боялся, который готов был идти против власти. К сожалению, к большому сожалению, журналисты в России просто погибают и умирают. Они погибают в страхе, они не могут писать, они становятся журналистами и начинают подлизывать своему государству. Они не могут осудить войну, они не могут осудить неправильные решения внутри страны, они не могут осудить поддельные выборы и развал просто государства изнутри полнейший. И самое интересное, что горе несет Россия и в другие страны, и в мою родную Украину, они тоже принесли сплошное горе. Обстрелы, нестабильность, кризис, деньги, мобилизация. Все это происходит сейчас. И, к сожалению, умирают невинные люди, которые ничего никому не сделали, просто работали, просто жили и пытались развиваться. Василий Уткин был из тех людей, которые видел правду и говорил о ней. Но ушел он, ушел от нас и действительно жалко. Но единственное, я могу сказать, что большой респект, мы тебя помним, несмотря на то, что ты из России, несмотря на то, что твоя страна делает глупости сумасшедшего уровня, ты все равно легенда, ты легенда комментирования, легенда журналистики, и я многому у тебя научился. Упокойся с миром.